Хорошо, со звуком все отлично, но я думаю, тогда можно начать нашу сегодняшнюю встречу. Посвящена она будет созданию интерактивных карт и виртуальных экскурсий. Расскажу о некоторых онлайн-сервисах, о некоторых интересных технологиях для создания вот таких необычных информационных продуктов. Давайте начнем. Виртуальные экскурсии Например, вслед за героями Жуля Верна, вслед за бароном Мюнхгаузеном и подобные другие варианты. Ну и если у вас география связана еще и с историей, то можно создавать путешествия по историческим событиям. Создавать такую историческую карту и путешествовать, например, по городам Древней Руси, по каким-то историческим достопримечательностям и так далее. Как правило, в основе любой виртуальной экскурсии лежит какой-то маршрут. Для начала, перед тем, как начать создавать, необходимо определиться с точками на карте. Сколько будет этих точек, какой контент вы собираетесь прикреплять к каждой точке. Как правило, к каждой точке на карте, к каждой точке маршрута, добавляется обязательно текстовое сопровождение, ну и дальше медиаконтент по вашему желанию. Это могут быть изображения, аудио, видео, гиперссылки на другие веб-ресурсы. И вот собрав этот необходимый материал, уже после этого можно, собственно, и приступать к дизайну, к созданию интерактивной карты, либо другого какого-то картографического продукта. Давайте посмотрим несколько вариантов. Я, как всегда, буду в чат ссылочки посылать. Вы по возможности можете их открывать, просматривать. Если есть что сказать, можно в чате что-то прокомментировать, дополнить или спросить. Первый наш сервис, который сразу приходит на ум, когда мы начинаем работать с картами, это, конечно, Google карты, Google Maps. Вот сейчас на экране у меня скриншот карты, а саму карту я вам в чат отправила. Это как раз пример карты, созданной на портале Вики Сибириада. Это коллективный продукт был. Это карта по как раз маршруту литературных героев Жюля Верна. Видим, что на карте есть точки, соединенные маршрутными линиями между собой. По щелчку каждая точка открывается в определенном окошечке. С левой стороны можно получить информацию. Мы видим, что к этим точкам прикреплены фотографии, гиперссылки, перейдя по которым можно получить более подробную информацию. Давайте теперь посмотрим, как это работает. Естественно, для работы с Google картами необходим Google аккаунт. Это по умолчанию. Вы заходите в Google карты, приступаете к созданию своей собственной пользовательской карты. Добавляются точки. Очень просто карта на русском языке, поэтому достаточно легко здесь разобраться. Поисковая строка вверху. Рядом значок с синеньким с лупой. Вводим название населенного пункта, нажимаем на этот значок с лупой, и этот значок у нас появляется на карте. Чтобы его добавить в маршрут, нажимаем на значок плюс, добавить на карту. После этого маркер меняет свой цвет, и уже с левой стороны мы можем приступать к редактированию нашей точки на карте. Итак, появляется окошечко, мы его открываем, щелкаем по этой метке. И вот в окошке мы видим несколько значков, я их в красную рамочку выделила, которые позволяют метку редактировать. Например, здесь, если нажать на карандашик, можно вписать необходимый текст. Если нажать на значок заливки, то мы можем выбрать цвет и форму маркера. Здесь, конечно, небольшой выбор, но есть из чего выбрать. Можно перекрасить маркер и выбрать какую-то другую форму. Далее, значок фотоаппарата добавляет фотографии. Можно с компьютера добавить, а видео добавить по ссылке из YouTube. Фотографии также можно по ссылке добавлять из интернета, если это необходимо. Сохраняем, закрываем. Первый маркер готов, первая точка на карте готова. Переходим точно так же к созданию следующей точки. Итак, мы их все наносим на карту, сколько у нас их запланировано, и добавляем каждый контент. Далее, эти точки, если необходимо, мы можем соединить маршрутной линией. Это не обязательно, но если вы какой-то определенный маршрут строите в определенном порядке, хотите, чтобы эти точки просматривались, тогда эту линию стоит нарисовать. Для этого есть значок соответствующий, он у меня сейчас нажат на слайде. Выбираем опцию «Добавить линию и фигуру». Дополнительно, здесь есть еще опции, например, добавить маршрут для пешехода, для велосипедиста, для водителя. В этом случае маршрут у вас будет устраиваться по дорогам. Либо вы можете нарисовать все вручную, используя первую самую опцию «Добавить линию и фигуру». А дальше мышкой, маленькими шажками мы рисуем эту линию. Прокладываем от одного населенного пункта к другому. Можно ориентироваться по дорогам, можно вообще напрямик построить маршрут, как вам захочется. После этого, собственно говоря, наша виртуальная экскурсия оказывается и готовой. Что можно сделать еще дополнительно? Если присмотреться, с левой стороны есть так называемые слои. Что это такое? На одну карту вы можете добавить несколько слоев. Если у вас, например, один населенный пункт, одна местность, но маршрутов экскурсионных будет несколько. Например, на одной карте вы хотите обозначить мемориальные доски своего города, на другой – памятники, на третьей – парки, и на четвертой еще что-нибудь. Но карта будет одна и та же, город будет один и тот же. Для этого как раз может и пригодиться опция «Слои». На первый слой вы наносите доски, на второй – памятники, на третьей – парки, и тому подобное. А пользователь может переключаться между этими слоями и просматривать поочередно то одну, то другую экскурсию. И так довольно интересно сразу составить впечатление обо всех достопримечательностях города. Вот таким образом это работает. Еще дополнительно, конечно же, у Google карты есть возможность, как и у всех сервисов Google, пригласить соавторов для работы. Можно по электронной почте, можно разослать им ссылку. Вы можете регулировать доступ к карте, можете разрешить редакцию, можете разрешить только просмотр. Ну, а вместе с авторами работа пойдет еще быстрее и веселее. Поэтому, в общем-то, Google карты – это хороший базовый материал для создания маршрута любой степени сложности. Подходит и для новичков, и для тех, кто уже хорошо в теме. Конкуренты. Яндекс.Карты. Ну, давайте я вам ссылочку отправлю и немножко прокомментирую от себя. Потому что к Яндекс.Картам я пыталась их освоить недавно. Еще впечатления довольно свежие. Вот, пожалуйста. У вас должна открыться карта, пролистайте ее, пожалуйста, вниз. Это карта как раз многослойная. Там внизу список слоев. Щелкая по слоям, вы можете посмотреть. Одна и та же местность – это город Североморск, Мурманской области. Это как раз карта, созданная специалистами Североморской библиотеки. Там вот как раз то, о чем я говорила. Несколько слоев на одной мемориальной доске, на другой улице города и так далее. Можно пощелкать и посмотреть, как это выглядит. Ну, а я скриншот на экране сейчас показала. Если сравнивать с Google-картами, то мы увидим, что здесь нет картинок. Здесь есть текстовое описание, есть гиперссылки. И все на этом, пожалуй. Немножко скучновато в этом смысле смотрится карта. Можно ли сюда добавить картинки? Я пыталась разобраться, оказывается, в общем-то, можно. Принцип работы здесь абсолютно такой же. Единственное, что нам нужен Яндекс.Аккаунт. То есть Яндекс.Почта нам необходима для того, чтобы с Яндекс.Картами работать. Заходим в Конструктор карт. Получаем какую-то базовую карту. И точно так же, как и в предыдущем случае, через поисковую строку ищем населенные пункты, точки на карте. Добавляем их в маршрут. Щелкаем. Открывается окошечко для заполнения. Мы видим, что здесь можно поменять цвет маркера, тип маркера. Даже выбрать маленькую иконку. Она будет отображаться внутри маркера. Такой маленький значучек. Ну и на этом все. А что делать, собственно, с фотографиями, с гиперссылками? Для этого предусмотрена HTML-разметка. Вставляется это не так, как в Google, через кнопочку. Здесь нужно вписать вот такой вот HTML-код. Изображение добавляется из интернета. То есть оно должно быть где-то опубликовано. Я нашла фотографию Ярославля, например, и вставила в эту HTML-разметку. Вот то, что в кавычках, это как раз ссылка на мою картинку. А то, что с двух сторон, это тот самый HTML-код. По циферке 2 у меня гиперссылка. Посредине я вписала слово подробнее, ну а с двух сторон это самая разметка. Для непрограммистов таких, как я, довольно сложновато. С этим, естественно, это все не запомнишь. Поэтому я это скопировала из инструкции по Google-картам. Ой, по Яндекс-картам. Вот. Инструкция будет у вас. Если захотите, там эта HTML-разметка приведена. Вручную ее набирать, конечно, не придется, но определенные неудобства это создает. Дальше сохраняем это все кнопочкой «Готово». И точно так же можно рисовать линии. Мы видим, что здесь есть линии. Опция есть, многоугольники. Можно рисовать разные многоугольники, можно рисовать разные линии, разной степени изгибистости. Ну вот я взяла Ярослава или Кострому, соединила такой линией. Щелкая мышкой потихоньку, чтобы не наступить ненароком в речку, я вот так вот попыталась это все соединить между собой. Когда маршрут построен, я нажимаю на кнопку «Завершить», и линия у меня сохраняется. К этой линии я тоже могу добавить какое-то текстовое описание, если мне захочется гиперссылку и картинку. Ну, как уже это делается, я рассказала. После этого, собственно, переходим к сохранению этой карты. Карту можно получить двух разных типов. Можно интерактивную карту. Ну, традиционный вариант именно такой. На сайтах мы видим встроенную. Либо это может быть статическая карта в виде картинки. Такой вариант тоже возможен. Если вы хотите распечатать, есть такая же опция для печати. Определяемся с размерами карты, и после этого получаем код и ссылку, чтобы встраивать ее на страницу сайта и блога. Но дело в том, что код у этой карты тоже довольно хитрый. Код дается двух видов. Код и фрейм. Ну, если вы вставляли когда-нибудь на сайт и в блоге, то знаете, это такая штука для вставки. И второй вариант – скрипт. Вот если взять код и фрейм, то картинки показываться не будут. А если взять код скрипт, то картинки появятся. Вот у меня на экране как раз вариант со скриптом. Я взяла, вставила в свой блог для эксперимента, проверила. Действительно, картинка открылась. Вот у меня здесь Ярославль, пожалуйста. А если прокрутить ниже, там в конце и гиперссылка тоже будет. Вот такие маленькие хитрости, связанные с Яндекс.Картами. Я пыталась выяснить, можно ли здесь сделать слои. Да, такая опция возможна, но это не для рядовых пользователей. Это только для тех, кто хорошо разбирается в интернет-технологиях. Если вы свой сайт подключите к картографическому сервису Яндекс.Карты, API Яндекс, вот это вот все подключится у вас, то через HTML-разметку можно создавать слои на карте. Вот я как раз вам дала ссылку на североморскую карту. Это как раз тут вариант, когда сайт подключен к системе Яндекс, и программисты, я так думаю, смогли такую пользовательскую карту создать из нескольких слоев. Вот такая вот история с Яндекс.Картами. В общем-то, достаточно простой сервис, там еще быстрее, чем в Google, можно разобраться, но и все сложности со вставкой картинок и гиперссылок. Вот таким мне показался этот сервис. Давайте дальше посмотрим. Этот сервис 2GIS – это наша отечественная разработка. Давайте я вам кину ссылочку. Это ссылка на мою песочницу, но я так создала страничку в интернете, где я экспериментирую с разными объектами, пытаюсь выяснить, как они смотрятся. Дело в том, что сервис 2GIS, он дает только код, ссылок не дает, поэтому ссылку я вам дать не могу, а встроила на свою экспериментальную страничку, и вот, пожалуйста, можете посмотреть, как это смотрится. Это вот такая очень простая карта, буквально в два клика создается, на которую можно нанести точки, нарисовать линии, и к каждой точке добавить текст. Никаких картинок, никаких гиперссылок. Все очень минимально в данном случае. Регистрация здесь вообще не нужна. Заходим на сервис 2GIS. Все на русском языке, я повторяюсь, это российское изобретение. Здесь есть поисковая строка, вот она у меня сейчас открылась. Правда, она довольно интересная, потому что она не ищет, она просто выдает список выпадающий, из которого вы ищете свои города и достопримечательности. В основном города, конечно же. Я не нашла своего города, пришлось найти Мурманскую область, и дальше точки я оставила уже вручную. То есть я выбрала Мурманскую область, мне показали мой край, и я уже точки ставила в рукопашную, что называется. Далее метки я добавила несколько штучек, и дальше к каждой метке теперь можно прикрепить содержимое. Нажимаю на метку, с правой стороны открывается такое маленькое окошечко. Можно перекрасить метку, добавляем надпись, то, что появляется на карте, и добавляем описание, то, что появляется при нажатии на эту метку. Сохраняем, переходим к следующей. Вверху можно увидеть, что там есть значки с многоугольниками, кругами и линиями. Можно соединять линиями точки на карте, можно рисовать разные многоугольники и круги, какие-то области закрашивать таким образом. Ну и далее внизу синяя кнопка «Получить код». После того, как мы все это добавили очень быстренько, получаем код и вставляем на страницу сайта и блога. Здесь код такой хороший, он подстраивается под любую вашу страницу, под любой ваш сайт, поэтому с этим проблем особых нет. Но вот такое вот очень все простое. Еще вариант простой карты. Сcribble Map – это условно-бесплатный инструмент, англоязычный, поэтому здесь немножко посложнее придется. Ссылочку даю. Если обратите внимание на эту карту, то здесь картинки и тексты прямо поверх карты отображаются. Вот такая необычность. По сути, это тоже та же Google карта, но немножко в другом виде, в другом формате. Как это все работает? После регистрации вот дают возможность бесплатного аккаунта на 5 карт. Он рассчитан. Ну и можно, собственно, приступать к творчеству. Карты здесь разные. Есть обычная стандартная, есть вот такая спутниковая, например. Я тут начала увеличивать ее, и увидела, что очень хорошо улицы Мурманска видны. И здесь все очень подробненько. Можно маршрут прямо по адресам строить. Ну а дальше вот весь набор инструментов будет сверху. Здесь, кроме стандартной поисковой строки, можно писать и кириллица, и латиница. И так, и так здесь поиск идет. Здесь много еще дополнительных разных инструментов для рисования. Ластики, карандашики, заливки. Можно добавлять картинки к меткам. Что еще? Гиперссылки, естественно. И ссылки на видео. Да, видео с YouTube можно добавить еще. В общем, весь тот же набор инструментов, что и в Google картах. Плюс еще возможность рисовать и каким-то образом тут все заштриховывать, подписывать прямо поверх карты можно. Получается, ваша собственная уникальная карта с вашим собственным дизайном, так как вы ее видите. Нашла небольшую обучалку. Ссылка на нее будет на последних слайдах. Если вас такой вариант заинтересовал для художников, то, пожалуйста, можно им воспользоваться. Сервис себя позиционирует как инструмент и для начинающих, и для опытных пользователей. Жаль только, что небольшой тариф всего на 5 карт. А так вполне достойный получается. Ну, а на выходе мы, как обычно, получаем код для встраивания и ссылку для того, чтобы поделиться. Плюс в разных форматах. Тут можно ее экспортировать, сохранять и радоваться этой карте, представленной в разных вариантах. Ну, вернемся опять к бесплатненькому. Сейчас попробую вам ссылочку такую длинненькую отправить. Это сервис Tripline. Он тоже довольно простой. Тоже в нем очень легко разобраться. Тоже всего несколько кнопок. Если вы ссылку сейчас откроете, щелкните по карте, Show Map, показать карту, чтобы она открылась. У вас примерно должно вот открыться такое, как у меня на слайде. Это экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы видим знакомые наметки, всплывающие окошечки, в которых есть картинки и тексты, и маршрутные линии проложены. В общем, весь основной набор инструментов здесь присутствует. Как здесь работается? Здесь линии рисовать не надо. Линии нарисует сам сервис. Нам нужно только населенные пункты внести и поставить их в определенном порядке. Есть поисковая строка, можно писать на русском языке. Я три населенных пункта выбрала, расставила их в определенной последовательности, и сервис мне тут же нарисовал вот такие варианты маршрутных линий. То есть между озерами, между реками. Такой вот маршрут мне прочертил. Мне вручную это прессовать не пришлось. Если я поменяю точки на карте, то маршрут перестроится, линия будет другая. Дальше, после того, как я эти точки все сохранила, я опускаюсь ниже. Там внизу под картой будет список этих моих точек. Вот такой. Тут маршрут даже посчитал, сколько это будет в днях, если это идти или ехать. Наверное, все-таки ехать. Но это не важно. Самое главное – это значки. И у нас рядом с каждым населенным пунктом. Карандашик и фотоаппарат. Ну, я думаю, вы догадываетесь, для чего они нужны. Карандаш для того, чтобы текст сюда написать небольшой, а фотоаппарат для того, чтобы добавить картинку. Можно не одну, можно несколько. Итак, каждую точку мы сохраняем, заполняем. И вот, собственно, карта наша готова. Тоже все предельно быстро делается. Мы получаем ссылку и код. Можем и на сайт пристроить, и ссылкой делиться в социальных сетях, например, или так рассылать по электронной почте. В общем, тоже неплохой вариант на начинающих. Если вы с детьми работаете, например, то что-то простое и быстрое – вот хороший вариант. Ну, а теперь уже во второй части перейдем к тому, что посложнее. Это сервис TimeMapper, ну, от двух слов – Time и время, и MapCarta, которые два в одном. Он, с одной стороны, дает нам интерактивную карту, а с другой стороны – ленту времени. Например, вот в данном случае это искусство Древнего Египта. Тут разные достопримечательности собраны, которые датированы разным временем. И найдены в разных местах мира, скажем так. Вы можете листать эту карту как карту по точкам. Можно как слайды листать. Есть тут стрелочки. И внизу еще временные отсечки. Можно по ним листать. Три разных вида просматривания. Ссылка тяжеловатая. Если у вас, может быть, сразу не откроется, то можно ее сохранить потом. Если прикрыть окошечки, может быть, тогда она откроется. Тяжеловато идет ссылка. Но это за счет того, что здесь очень много контента. Этот сервис работает на Google Аккаунте. То есть, опять-таки, нам нужен Google Аккаунт. Без него никуда. И в основе опять Google Карта, естественно, лежит. Ну, давайте смотреть, как это работает. Заходим на сайт. И нам дают шаблон, который нужно заполнить. Сервис на английском. Я постаралась подписать стрелочками, как-то буковками. Сейчас расскажу, что и что в двух словах. Берем эту ссылочку. Это ссылка на шаблон. Сохраняем ее у себя в Google Диске. Она у нас будет храниться. Ну и дальше открываем ее у себя уже на Google Диске. И можно ее редактировать. Должна открыться вот такая табличка. Это я ее разрезала на две части, чтобы она на слайд уместилась. То есть на самом деле она длинная такая. Google таблица или Excel таблица, которую нужно заполнить. И на основе этой таблицы будет генерироваться наша карта и наша лента времени. Ну, давайте по порядку. Первое поле, начиная от A. Title, название. То есть это подпись, которая будет на слайде. Большим крупным шрифтом. Что-либо называемое. Как-то, в общем, надо назвать. Либо это название метки, либо это название события. А тут уже решайте сами. Дальше. Stat и End. Это дата начала событий, дата окончания. Начало обязательно. Окончание по желанию. Если вы не знаете, когда событие закончилось, то и не надо. Можно пропустить. Дальше. Description. Здесь понятно. Здесь мы вписываем текст. Описание, которое будет виден на слайде. То есть если у нас там какая-то личность, то здесь может быть биография этой личности, например. Далее. Раздел Image. Это для картинок. Сюда мы можем вставить картинку, но ссылкой. То есть берем ссылку. В данном случае здесь картинка с Википедии, например. Опубликованная в интернете картинка. Сюда мы вставляем ссылочку. Это основные поля для слайда. Это временные отсечки. Это сам слайд. А чтобы у нас получилась карта, нам нужно из оставшихся полей заполнить только одно, по сути. Это поле называется Location. Географические координаты. Мы их знаем как широту-долготу. А вот здесь они в режиме вот в таком вписываются. 43, точка, 45, 86 и так далее. Это определенное географическое место. Точка на карте. Где ее взять, эти географические координаты? Я их беру в Яндекс.Картах. Захожу в Яндекс.Карты, набираю там какое-то место. Ну, город Москва, например. И тут же, щелкнув по этой метке, я получаю рядышком с городом Москвой вот эти длинные координаты. Копирую и вставляю в поле Location. Все остальные поля, они не обязательны для заполнения. И их можно просто пропустить. Последние два поля, SOS и SOS URL, это у нас источник. Если вы эту информацию, допустим, с Википедии скачали, то стоит указать, что источник Википедия, и можно даже ссылочку дать. Последнее поле SOS URL, вот туда. Ну, собственно говоря, вот, готово. Единственное, что мы сразу не увидим, что у нас получилось. Пока мы все точки не заполним, пока все метки не прикрепим, не впишем и не сохраним, пока мы только видим табличку. Потом обязательно нужно сохранить это все и опубликовать в интернете. Вот так это делается, я думаю, вы знаете. Через вкладку «Файл» публикуем нашу вот эту большую таблицу в интернете. Берем на нее ссылку и идем обратно на сайт, с чего мы только начинали. Вставляем, вот там я показывала вам окошечко, откуда мы брали шаблон. Стираем этот шаблон и вставляем свою ссылку. После этого нам сервис генерирует нашу замечательнейшую виртуальную экскурсию «Оно же лента времени». Дополнительно к этой виртуальной экскурсии можно немножечко опуститься чуть ниже и посмотреть, какие еще дополнительные опции есть. Ну, вот я сейчас в красной рамке вынесла как раз, куда нужно будет вставить нашу готовую ссылку. В разделе «Тайтл» мы ее как-нибудь озаглавим, нашу карту. Здесь разные опции есть, например, как показывать даты по-европейски или по-американски. Выбирайте тот вариант, который вам нравится. По умолчанию стоит обычный европейский день, месяц, год. Можно выбрать и показывать только карту, только денту времени или только слайды. Выбираем тот вариант, который нравится, но по умолчанию «Таймэп» и то, и другое. И карту, и временные отсечки. И обязательно нажимаем «Паблиш». После этого у нас готова уже сгенерированная карта, она же виртуальная экскурсия. Смотрим, если какая-то картинка не прогрузилась, значит неправильно на нее взята ссылка. Ну, в общем, нужно еще раз проверить. В любом случае у вас эта табличка сохранится на вашем Google-диске, вы всегда можете к ней вернуться, ее отредактировать. И можете новые слайды туда добавить, например, новые временные отсечки. И таким образом она у вас будет долгоиграющей. Ну и плюс, естественно, поскольку это Google-таблица, вы можете пригласить соавторов к работе и вместе с ними работать. Еще один сервис – Easy Travel. Ну, вот о нем, наверное, говорить много, может быть, и не стоит. Я думаю, все о нем слышали, а может быть, даже что-то и создавали. Ну, для тех, кто не слышал или подзапамятовал, о чем это, я все равно несколько слов скажу. Ссылочку дала на Easy Travel. Ну, вот он сейчас на экране у меня. Это простой очень маршрут в Мурмах, столице Арктики, то, в чем я принимала участие непосредственно, тут и голос мой, и текст мой. Вот. Это обычный маршрут по карте, озвученный. Easy Travel – это сервис для создания аудиогидов. Причем он ориентирован не только на компьютерные просмотры, но и на мобильные устройства. Поэтому есть предложение Easy Travel. Его можно скачать себе на телефон и просматривать с телефона маршрута. Все маршруты, как правило, вот имея там по карте, они предполагают достопримечательности, какие-то точки на карте, вот они пронумерованы. И плюс к каждой этой точке прикрепляется небольшой аудиофрагмент, фотография, текстовое описание. Плюс эти точки на карте можно соединить в линии и добавить еще навигационные истории, которые помогут туристу с мобильным устройством двигаться по этим точкам. То есть смотреть можно сейчас так, как мы смотрим, просто щелкая по меткам или перелистывая вот эти вот кнопочки. А можно через мобильное устройство выйти прямо на эту местность, включить мобильный телефон с аудиогидом, и он по ходу вашей экскурсии будет включаться и рассказывать вам информацию, которая вот в каждой точке зашифрована. Если мы первый вариант создаем просто для компьютера, то достаточно просто точек. Если мы хотим еще для мобильных устройств сделать аудиогид, то нам нужны линии на карте и навигационные истории. Давайте я вам расскажу немножко об этом. Здесь вариантов тура 2. Уличный тур и квест. Квест – это отдельная история. Мы сейчас про уличные туры поговорим. Выбираем поэтому такой формат. Сервис, как мы видим на русский язык, он очень простой, и все окошечки конструктора очень похожи друг на друга. Сначала придумываем название тура и его описание. Например, у меня будет называться тур условной достопримечательности Мурманска. Описание, плюс с правой стороны есть еще возможность добавить видео. Можно с компьютера, можно по ссылке из YouTube. И плюс добавить викторину. Если вы хотите, можно виртуальную экскурсию сделать интерактивной, то есть добавить какой-то вопросик. Викторина здесь двух типов. С одним правильным ответом и когда ответ нужно вписывать. Открытый вопрос. Обязательно аудиотур на тон и аудио нам нужно, собственно говоря, аудиофрагмент сюда прикрепить. Записанный голос. Голос, естественно, записывается заранее на микрофон и сюда просто загружается с компьютера в формате MP3. Описание готово. Дальше переходим к достопримечательностям. Карта. Знакомая нам Google карта. Все то же самое. Поисковая строка. Вписываем название. Я вписала, например, памятник защитникам Советского Заполярья. Мне выдали вот такую карточку. Я нажала на кнопочку «Добавить в тур» и первая маршрутная точка у меня готова. А дальше я по ней щелкаю и начинаю ее редактировать. Знакомое окошечко. Все то же самое, только теперь по отношению к этой точке. Название точки, описание, аудио, какой-то голос за кадром, который будет о ней рассказывать. Опять-таки можно добавить видео, можно викторину. Сразу скажу, что описание и аудио, они могут не дублировать друг друга. В описании вы можете какую-то дать справочную информацию, какие-то цифры, даты, числа. То, что на слух плохо воспринимается. А аудио – это такой более разговорный жанр, где таким простым, ненавязчивым языком, не особо научным рассказывается какая-то интересная история, связанная с этой достопримечательностью. Загружаем, сохраняем и возвращаемся к следующей точке. Вот таким образом я три точки вынесла. Вот так они у меня появились на карте. С левой стороны списочек. Можно их поменять местами. Переставить мышкой – это несложно. Дальше. Дальше возле каждой точки видим вот такой кружочек. Это так называемая триггер-зона. Мышкой можно ее подкорректировать. Растянуть, увеличить, уменьшить. Для чего это надо? Триггер-зона – это такая мысленная граница. Когда участник с мобильным телефоном идет по местности и доходит до границы, вот до этой, которая обозначена на карте, у него мобильный телефон с аудиогидом включается и начинает ему рассказывать историю о памятнике защитникам Советского Заполярья. Пока он в зоне триггера, эта история проигрывается. Он ее может послушать, принять участие в викторине, если захочет и так далее. Итак, у каждой точки есть такой триггер. Это хорошая штука для как раз мобильных устройств, если с мобильником будут люди пользоваться. Дальше. Дальше в линии по карте есть значок с линией. Прорисовываем маршрут. Здесь у меня по пересеченной местности маршрут, поэтому пришлось его рисовать вот так изгибами. Ну, это просто щелкая мышкой, маленькими отрезочками я его так нарисовала. Маршрут проходит мимо озера. И вот когда участник доходит до озера, ему нужно дать установку, что надо поворачивать налево, не справа обходить озеро, потому что справа очень долго его обходить, а слева, слева короче. Вот именно для этого и нужна навигационная история, чтобы турист у нас не заплутал на маршруте. Если у вас экскурсия проходит по городу, по улицам, там навигационная история, может быть, и не нужна. А если вот как у меня здесь, по пересеченной местности, где нет ни улиц, ни домов, ничего, то нужна навигационная история. Нажимаем на значок с компасом. Вот он. И щелкаем на том месте, где нужна подсказка туристу. Вот здесь, что нужно обойти озеро слева. Появляется тоже триггер вокруг этой истории. То есть, когда участник доходит до этой границы, ему включаются телефоны, сообщают, что надо повернуть налево и пройти мимо там саженца в сирене, например, чтобы выйти к следующему пункту. Вот. Это и есть навигационная история. Она точно так же оформляется, как все предыдущие достопримечательности. Самое главное здесь аудиофайл. Описание вы можете написать, но его на телефоне видно не будет. Будет слышен только ваш голос, который скажет, куда повернуть и что нужно сделать, чтобы не потеряться. Вот такая вспомогательная штучка. Тут уже сами решайте. Это необязательный вариант. Можно и без них обойтись. Дальше обязательно сохраняем наш маршрут, публикуем его. По умолчанию маршрут будет виден только вам. Не виден никому. Здесь есть еще два варианта. Виден по кодовому слову. Если у вас какой-то суперсекретный закрытый маршрут только для своих, вы можете кодовое слово придумать. Если вы хотите, чтобы его увидели все, то выставляю опцию «Виден всем». Обязательно сначала нужно проверить, посмотреть, как он будет смотреться на экране. Например, вот вправо вверху кнопочка с изображением компьютера. Вот это кнопочка для проверки вашего маршрута. Если все хорошо, тогда открываем «Доступ всем», делимся ссылкой. И, собственно говоря, ваш гид теперь будет доступен и на мобильном устройстве, и в компьютере, если необходимо. Вот такие вот интересности с сервисом Easy Travel. Довольно тоже интересный, необычный сервис. Тут самое главное затруднение в том, что нужно много аудиофайлов записать с хорошей озвучкой. Ну и плюс я забыла, еще можно фотографии прикреплять, причем не одну, а несколько. Одна и та же сопримечательность, например, тогда и сейчас, тоже хорошо просматривается и на телефоне, и на компьютере. Вот такой интересный сервис. Называется он «Планета Земля». Не знаю, откроется ли у вас ссылка, у меня через раз открывается, ссылка тяжеленькая, с мощного компьютера точность. Телефона может и не откроется, но в любом случае, вот скриншот я сейчас на экран вынесла. Это виртуальная экскурсия по спутниковой карте. Такой, по сути, цифровой глобус. То есть из многих-многих фотографий снята вот такая вот поверхность Земли, и вот в таком виде она просматривается. Здесь есть режим 2D, это стандартная плоская карта, есть режим 3D, она будет у вас вращаться и крутиться. Значок переключения будет справа внизу, рядом со значком глобуса. По ходу маршрута, вот у меня здесь города Мурманской области, щелкая по меткам, вы открываете окошечко, оно будет справа, и в этом окне будет справочная информация, фотографии, видео. По сути, гугл-карта, но более такая усовершенствованная, более симпатичная, более красивая. К сожалению, встроить нельзя на сайте в блог, но можно поделиться ссылкой. Давайте посмотрим, как это все рождалось. Ну, само приложение «Планета и Земля», оно существует уже достаточно долго, и вот недавно получились возможности здесь уже создавать свои собственные пользовательские туры. Запускаем это приложение, просто по поиску его можно найти и запустить. Обязательно Google аккаунт, естественно, без этого никуда. Выбираем «Новый проект» и выбираем, что новый проект у нас будет на Google диске. Это тоже очень удобно, ваша экскурсия у вас сохранится прямо в вашем Google диске, и вы всегда можете к ней зайти, зайти в нее. Не надо ни на какой сайт идти, а просто заходим в Google диск, и там мы открываем этот маршрут. Ну, а дальше, как обычно, придумываем название нашему туру, придумываем ему описание, обложку можно к нему загрузить и перейти к дополнительному добавлению объектов. Из опции выбираем «Добавить метку». Здесь можно рисовать линии, но нам вариант нужен про метки. Ну и, собственно говоря, через поисковую строку начинаем искать. У нас закрутится вот такой глобус, а в поисковой строке мы будем вписывать название населенного пункта, например. Google карта подробная, можно и достопримечательность, и адрес сюда вписать. Ну вот я попробовала Санкт-Петербург поискать, он мне нашел сразу его, вот так, и даже вывел мне и справку о нем, и картинки красивые, и подробную информацию, если нажать. Эту информацию, конечно же, он взял из Google карты. Вы можете ее вообще оставить и не редактировать, но если необходимо, ее всегда можно изменить. Обязательно добавляем к точку «В проект» и переходим к редакции. Нажимаем на кнопку «Заменить», стираем здесь вообще всю информацию, которая нам не нужна, и вписываем свою собственную. Внизу мы видим, что здесь можно метки поменять, можно им цвет выбрать, размер. А если опуститься еще, если мы нажали на кнопку «Заменить», у нас появляются поля для добавления фото, видео и текста. Фото и видео добавляются из расчета 25 объектов, то есть в сумме их должно быть 25, довольно много все-таки. И в общей сумме видео добавляются с YouTube, картинки добавляются с компьютера, например. Текст можно редактировать и внутрь добавлять гиперссылки. Вот так каждая метка у нас сохраняется. Переходим к следующей и наносим их на карту. Я свои метки линии не соединяла, но если необходимо, ее можно нарисовать. Опять в разделе «Редакторе» выбираем опцию «Нарисовать линию фигуру». И мышкой, как мы раньше это в Google картах делали, точно так же рисуем линии маршрута. Соединяем. Ну, я вот взяла просто напрямик нарисовала. Вообще можно, конечно, по дороге было это сделать. Каждая линия на карте, вот к этой, например, вы можете цвет 25 к одному объекту. Нет, не ко всему проекту, к одному объекту 25. К этой линии можем добавить картинки, описания, тексты, видео. То есть у нас еще каждая линия может нести какую-то информацию. Итак, мы вот точки все соединили между собой. Собственно, на этом все. Экскурсия у нас готова. Мы получаем ссылку на нее и можно делиться. Дополнительно здесь можно выбрать вид карты. Вот самая красивая, на мой взгляд, это «Исследователь». Вот такая вот спутниковая. Но есть еще просто «Земля». Например, здесь немного вариантов. Можно пощелкать и посмотреть, как ваша карта будет в разных видах выглядеть. Ну, после того, как все готово, нажимаем на значок с плюсиком «Поделиться». Это одновременно кнопка, которая приглашает соавторов. Можно совместно ее редактировать, эту карту. А можно поделиться просто ссылочкой. Вот так это делается. Вверху окошко для соавторов. По электронной почте их приглашаем. А внизу обязательно разрешаем доступ всем, у кого есть ссылка, и копируем эту ссылку. Проект у нас готов, и теперь можно его распространять. Очень красиво, очень необычно все это смотрится. Большое количество возможностей, к сожалению, только тяжеловато открывается. Вот единственный недостаток, который здесь есть. На слабеньких компьютерах может не сразу открыться. Еще один вариант тоже довольно такой интересный сервис, но с запутанной навигацией. Чтобы в нем разобраться, пришлось, конечно, поломать голову, хотя он на русском языке. Он немножко сложноватый, но интересный. Вот так я бы сказала. Про Easy Travel вопрос. Можно там редактировать, заменять аудио и фото. Вы можете удалить одну фотографию или одно видео и загрузить второе. Так можно. Если вы хотите обрезать, допустим, фотографию, то нет. Такой опции нет редактора. А удалить один контент, заменить другим, да, вы можете в Easy Travel менять все, что захотите. Оно всегда у вас в личном кабинете. Вы можете редактировать столько, сколько захотите. Аргиз Онлайн называется этот сервис. Вообще он платный, но для некоммерческого использования они предоставляют бесплатный аккаунт. И замечательно называется он Аргиз Паблик Аккаунт. Найти его сложно в самом низу, но я его нашла. Вот в красной рамке вынесла. После регистрации нам предложат карту. Карта вот так выглядит. С левой стороны все подсказки. Собственно говоря, вот инструкция. Тут особенно рассказывать не надо. Тут все по пунктам расписано. Но я просто покажу на слайде, как это работает. Для начала нам нужно проставить точки, потом соединить их, как всегда, линией. К каждой точке прикрепить какой-то контент. Ну, в общем, стандартный вариант. Смотрим. Во-первых, можно определиться с типом карты. Здесь более 20 разных типов. Здесь есть карты рисованные, черно-белые, топографические, карты океанов, современные. В общем, 20 штук самых разных типов. Выбираем. Вот это, например, у меня сейчас рисованная. Вот такая вот смешная бело-желтая карта. Пощелкаем. Выбирали тот вариант, который нравится. Можно работать. Идем дальше. Здесь немножко история более длинная. Нам нужно добавить слой. Здесь, как и в Google картах, можно составлять несколько слоев. И нам просто нужно добавить первый слой. Ну, он внизу. Добавить слой примечаний к карте. Вот этот нам нужен вариант. И в этот слой мы сейчас будем добавлять достопримечательности. Слоев здесь может быть несколько. И можете многослойную карту создать, если захочется. Ну, хотя бы один попробуем заполнить. Дальше. Вот мы его добавили слой. Мы его как-то назвали. И нажали на кнопку «Создать». Все. Теперь внутрь этого слоя мы удобуем добавлять метки. Метки тут разные. Есть вот такие булавочки. Есть кнопочки, есть крестики просто. Их можно перекрасить, видоизменить. Ну, берем хотя бы булавочку, например. Втыкаем его в нужное место. Это наша точка на карте. Заполняем поле. Title – это у нас название. Description – это описание. А Image URL – это ссылка на картинку. Картинки нам должны быть опубликованы в сети интернет. Посылки из интернета добавляем. Сохраняем это все, нажав на кнопку «Закрыть». И после этого метка у нас готова. Здесь есть кнопочка «Изменить символ». Например, эта булавка нам не нравится, мы хотим какой-нибудь другой. Поэтому мы открываем «Изменить символ» и видим, что здесь… Ой, символов довольно много. Ладно, я чуть позже покажу вам эти символы. Вот у нас первый вариант. Просто вручную поставили точку. Если вручную искать сложно, можно воспользоваться поисковой строкой. Нашли, например, город Кировск в Мурманской области, открыли и по нему щелкнули. У вас метка появится автоматически. Ну и точно так же по ней можно щелкать и ее менять. Обязательно, когда мы добавляем метку, спрашивают у нас постоянно, какому слою вы хотите добавить. Если у вас слой один, то один будет. Если у меня, допустим, их было три, то выбирать надо еще из трех. Ну, в общем, добавили мы метку совместными усилиями. Вот так она будет в заполненном виде смотреться. Текст, ссылка внутри. Прямо внутри текста у меня будет ссылка. Ну и ссылка на картинку. Вот. Что касается изменения символов. Вот, пожалуйста, вместо стандартной этой булавки или метки можно добавить вот такие красивые картиночки. Домики разные, солнышки, облачка и так далее. Здесь огромное количество разных меток. Здесь и посерьезнее есть, и для бизнеса, и для картографии, и для отдыха на природе. В общем, любой каприз. Можно свою собственную метку загрузить, если она у вас есть. Сохраняем. Ну и так от метки к метке мы двигаемся. Их можно перекрашивать, выравнивать. Поверх карты можно писать текстовые надписи, если это необходимо, например. Ну и рисовать, естественно, линии. Линии могут быть прямые, маршрутные. Можно рисовать прямоугольники, многоугольники и так далее. Каждой линии, каждому этому многоугольнику можно стандартно добавить описание, картинку и гиперссылку, если хотите. Сохраняем, закрываем. Вот так у нас создается карта. Аргиз, ну, в общем, по сути, да, получается вроде как дублирование Google карты. Но Аргиз пошел немножко дальше. Они на основе этой карты предлагают делать презентацию. Я как раз ссылочку вам дала на презентацию. Как это все делается? Ну вот, берем мы ссылку на карту и делимся. А если нам нужна презентация? Переходим в режим презентации. Этот режим доступен после того, как у вас уже есть одна какая-то сохраненная карта. И дальше нажимаем на кнопочку «плюсик» и начинаем добавлять слайды в нашу презентацию. Одна достопримечательность – это один слайд. У вас открываются все ваши слои, которые вы создали на карте. И вы из нужного слоя просто добавляете, щелкаете, какая достопримечательность вам нужна. Можно все экспортировать, можно выборочно, как хотите. Итак, слайд за слайдом мы просто переносим их с карты в нашу презентацию. И получается у нас несколько слайдов. Каждый слайдик мы можем отредактировать. Например, вот я в красную рамку сейчас вынесла. Включите открытое всплывающее окошко. Это для красоты. Вы можете эту опцию не ставить. Но мне понравилось, когда окно всплывает, там сразу информация появляется. Дополнительная. Дальше вверху есть еще кнопочка для того, чтобы автопросмотр сделать. Автоматическую смену слайдов в разделе опции. Например, у меня стоит каждые 15 минут смена слайда. Можно отключить, чтобы зритель сам листал эти слайды. Тут как хотите. Ну, в общем-то и все. Презентация создается очень быстро. Ничего здесь уже вручную делать не надо. Главное сохранить и получить ссылку. Только теперь уже ссылку берем на презентацию. Естественно, и то, и другое можно устроить в веб-сайт. И карту, и презентацию. Как угодно. Я очень подробную обучалку написала по этому сервису, потому что он мне понравился. Можно использовать в работе, тем более, что он бесплатный. Ну, а это тоже, наверное, вам знакомый инструмент. О нем долго говорили, писали много. В разных обучалок по нему создана StoryMap. Очень красочный, красивый инструмент для создания карт презентаций. Здесь можно листать слайды, и можно смотреть на точках по карте это все. Ну, вот я вам ссылочку дала по своей карте, по рубцовским местам. Это к юбилею Рубцова создавалось в прошлом году. Листаем просто слайды, а дальше у нас с правой, с левой стороны будут карты, и там будут с места на место красиво перелетать наш курсорчик. Делается все довольно несложно. Это опять сервис, привязанный к Google. Google карты и Google аккаунт нам нужен для этого. StoryMap на английском языке, но он несложный. Заходим, регистрируемся через Google аккаунт и получаем вот такое вот поле. Здесь все в режиме одного окна происходит. То есть у нас есть слайды, новый слайд добавляется значком плюсик. Красненький слайд, это титульный, заголовок. Он к карте никак не привязан, это просто красивая картинка и текст. А следующие все слайды, один слайд, одна достопримечательность, одна точка на карте. У карты два вида просмотра. Edit – это редактор, preview – это предварительный просмотр. Но мы сейчас в режиме Edit. Вверху вот такое вот подобие карты, в котором мы будем ставить точки. Чуть ниже – это для медиа-контента, поля. Смотрим. Сначала ставим точку на карте. Например, у меня были города-герои. Я набрала первую точку Брест. Вот мне выдал список разных. Я выбрала Брест, Брестская крепость. Щелкнула, она появилась на карте, эта точка. Далее я начинаю заполнять все остальные поля. Медиа. Я могу загрузить картинку, можно ее добавить ссылкой из интернета. Дальше картинке. Нужна подпись и описание. Если нужно, то подписываю имя автора, описание этой картинки. Дальше. А вот с правой стороны будет у меня текстовое поле, в которое я буду вписывать текстовую информацию. Здесь можно шрифтом немножко поиграть, добавить гиперссылку, если необходимо. Не все шрифты здесь поддерживаются, к сожалению. Кириллица здесь не самый простой шрифт. Но, тем не менее, можно немножко там поэкспериментировать. Записываю текст. Сохраняю и перехожу к следующему слайду. Вот так одна точка, один слайд на карте. Они и сохраняются. После этого я в предварительном просмотре могу все посмотреть. Ну и, естественно, получить еще и ссылку. Дополнительно. Для красоты слайдов можно каждому еще добавить фон разного рода. Можно просто цветом залить. Можно фоновый рисунок добавить. Но так, чтобы был виден текст. Это важно. Файлы выбираются с компьютера, загружаются для фоновой картинки. Сначала загружаем, потом нажимаем оплот. И после того, как все добавилось, закрываем это поле. Переходим к следующему слайду. Так можно их еще дополнительно оформить. После того, как все готово, в предварительном просмотре тоже все смотрится симпатично. Мы выбираем опцию настройки. Если необходимо, можно немножко понастраивать. Сохраняем. Опубликовываем изменения, если какие-то есть. И дальше уже будем переходить к кнопочке шея. Она у нас с правой стороны в самом углу. Немножко об опциях дополнительных. Здесь, во-первых, можно выбрать шрифт. По умолчанию какой-то стандартный будет шрифт. Можно попробовать какой-то еще выбрать. Обязательно посмотреть, как он будет отображаться в кириллице. Здесь можно написать кнопку титульного слайда. По умолчанию она будет называться «Начать просмотр». Но если вам такой вариант не нравится, можно свой текст писать. Ну и выбрать тип карты. Черно-белая она будет или какая-то другая. Здесь несколько типов. Можно поэкспериментировать. Ну и, естественно, поставить русский язык, чтобы надписи были на русском языке в этой карте. Собственно, все. Сохраняем. Нажимаем Close. Через кнопку «Ш» делимся. Есть и ссылка, и код. Плюс вы еще можете соавторов подключить к работе над этой картой. Можно свои метки для карты загрузить. Можно свои метки, но они определенного должны быть. Стандарты не очень большие. Иначе они будут не очень симпатичны. А так, в принципе, да. Если вы свои метки подключите, будет еще интереснее. Есть такая возможность. Это что касается разного рода интерактивных карт. На самом деле, виртуальные экскурсии, я думаю, они не исчерпываются только непосредственно картами. Например, вы хотите виртуальную экскурсию по библиотеке создать или по выставке какой-нибудь. То есть внутреннее помещение. Тогда нам карта здесь будет просто уже не нужна. Если такие виртуальные экскурсии вы планируете создавать, то вам нужны фотографии. Например, вот ссылочка, пожалуйста, фотография выставки, по которой я, например, хочу создать виртуальную экскурсию. Вот она на слайде перед вами. Этот формат называется интерактивный плакат. То есть мы загружаем фотографию выставочную, допустим, и на ее основе с помощью интерактивных меток прикрепляем к ней разные содержимые. Например, щелкая по этим меткам, можно посмотреть более подробно какие-то фрагменты экспозиции, перелистать книгу. Где-то ссылки на электронную библиотеку. Можно почитать эту книжку. Если тут предметный ряд, то щелкая по значкам, можно более подробно посмотреть, что там за предметы представлены. Здесь есть ссылки на видео. Можно посмотреть буктрейлер, например, по книге. И все это делается с помощью сервиса Дженниэль. Я покажу одну из его возможностей. На самом деле это такой многогранный сервис, что у него можно не один вебинар проводить. Я расскажу только о самом, на мой взгляд, простом инструменте в этой наборе. Называется интерактив-имидж. Интерактивный плакат, интерактивная картинка. Регистрация здесь простая. По адресу электронной почты. Сервис бесплатный для некоммерческого использования. Часть шаблонов здесь, конечно, платная. Но вот о котором мы сейчас будем говорить, это все бесплатно. Выбираем опцию интерактив-имидж. Загружаем картинку. Мы ее загрузили. Теперь наносим на нее вот эти метки интерактивные. Делается это через кнопку Interactive Elements. Здесь у нас целый список этих кнопочек разных. Их можно перекрашивать, видоизменять. Щелкаем и переносим их мышкой на нужное место. Ставим. Если щелкнуть теперь на эту кнопочку, то появятся еще две. Одна называется Interactivity, вот такая ладошка. А вторая комета – это Animation, анимация. Нам пока понадобится Interactivity. Щелкаем по ладошке, открывается вот это. Это окошечко для добавления интерактивного контента, который будет появляться при нажатии на эту кнопку. Тут три типа есть. Tool, Tip – это просто всплывающее окошечко. Если вы просто какую-то маленькую надпись хотите прикрепить к этой метке. Если у вас много контента, вот как у меня, например, здесь какой-то текст, еще картинка, может быть, я еще и видео потом прикреплю, то тогда выбираем раздел Window – окошко. Тогда у вас откроется вот такое большое поле, в которое можно вносить весь-весь-весь контент, который у вас есть. Ну и, наконец, кнопка Link – самое последнее. Это будет интерактивная кнопка, которая поведет на какой-то сайт. Например, на сайт вашей библиотеки или на какую-нибудь электронную библиотеку, где можно книжку эту почитать. Давайте на Window посмотрим, потому что это основной вариант здесь. Вот это окошечко. Сюда вписываем текст. Можно выбрать шрифт, размер, отцентровать, сделать что-то жирным шрифтом. Дальше в красной рамке я вынесла разный медиа-контент. Гиперссылки – можно прямо внутрь текста их вставить. Здесь картинки, таблицы, видео и самое последнее – такие косые скобки. Это для добавления встраиваемого контента. Ну, что я имею в виду? Например, у вас есть какой-то аудиозапись, и вы на нее получили код. Оно у вас опубликовано в интернете, у вас есть код для этой записи. И вы хотите ее сюда вставить. Это можно сделать через вот эти как раз косые скобки. Нажимаем на эти скобочки, и открывается HTML-разметка. Вот так она выглядит. Я хочу этот код вставить вот в это вот место. Вот здесь у меня написано, что стихотворение читает тот-то и тот-то. А дальше я хочу вставить этот код с записью этого стихотворения. Копирую и вставляю. Вот здесь он вставляется, вот этот самый и фрейм. Вот он вставился синим цветом, он сейчас выделен. Вставила. Второй раз нажимаю на косые скобки. У меня появилась здесь аудиозапись. Все, она теперь есть. Мы видим, что здесь можно и не одну аудиозапись добавить, и текст, и фото, и все что угодно. Все, что захотите. Таким образом, вы можете вставлять видеоролики. Ну, естественно, все это опубликовано в интернете. Игры, викторины, все, на что у вас есть код для встраивания. Вот таким образом это все работает. Обязательно сохраняем сейв и переходим к следующей метке. Итак, метка за меткой мы заполняем всю нашу фотографию. Таким образом, получается маленькая виртуальная экскурсия. Есть еще у этого сервиса возможность создать многостраничную экскурсию. Если у вас несколько залов, несколько экспозиций, вы можете добавить новую страничку и перейти к новой экспозиции, соединить их вместе между собой интерактивной кнопкой. И таким образом у вас будет многостраничная экскурсия. Я не сказала про анимацию, вот про эту падающую комету. Она здесь тоже довольно интересная. Можно все эти интерактивные метки заставить как-то двигаться. То есть они будут появляться, исчезать, мигать. Если вам это интересен, этот вариант, выбираем опцию анимейшн и просто из списка выбираем нужную анимацию. Здесь есть на вход, на выход, на движение и на прикосновение мышки. Выбираем тот вариант, который вам нравится. Можно, например, поставить зум на прикосновение мышки. То есть наводите на нее курсорчик, метка это увеличивается. Если вам это не нужно, то просто пропускаем эту анимацию. Обязательно нажимаем на кнопку «Шея поделиться», получаем код и ссылку. Можно встраивать и на сайты, и в социальных сетях делиться. Ну и осталось совсем немного. Осталось у нас еще два интересных инструмента. Об одном из них я уже говорила на отдельном вебинаре. Сейчас только вкратце напомню, что это сервис Udoba. Очень хороший бесплатный инструмент, который тоже позволяет создавать интерактивные плакаты. Примерно в таком же духе, как и Genial. Правда, без анимации. Загружаем картинку. Ну вот у меня, например, карта здесь загружена в виде картинки улицы Петербурга. Вам я немножко другую дала ссылочку, но принцип такой же. Нажимаем на метки, открывается вот такое интерактивное содержимое. Картинки, гиперссылки, тексты и даже видеоролики. Смотрим. Нам нужна фоновая картинка. Опять-таки, это может быть зал в вашей библиотеке, какая-то выставка, экспозиция, все что угодно в качестве фона. Далее, выбираем иконку, какая она должна быть, синяя, фиолетовая, какого цвета, с каким плюсиком она будет. Выбираем ее тип. И дальше переходим к добавлению метки. Ставим метку в картинку в нужное место. Картинку можно увеличить через значок лупа. Она откроется, и вы щелкнете в нужном месте метку, выставите. А дальше в разделе «Содержимое всплывающего окна» мы выбираем вид контента. Текст, видео и изображение. Текст вписываем вручную, внутрь можно гиперссылку вставить. Видео загружаем с компьютера, объем видео не больше 10 мегабайт. Ну и картинку тоже загружаем с компьютера. К одной метке вы можете добавить тоже неограниченное количество контента. Все то же самое, что и в Genial практически. Единственное, что здесь встраиваемых объектов нет. А так весь основной контент здесь присутствует. Новую метку добавить, нажимаем на синюю кнопку «Добавить hotspot». Опять открываем картинку, опять по ней щелкаем. И все то же самое повторяем еще раз. Сохраняем, получаем икод и ссылку. Сервис абсолютно бесплатный. А вот эта вот интересная штука называется «Виртуальная экскурсия 360 градусов». Это у меня экскурсия по Иркутску. Ну, какую панораму я нашла, такую и сделала. Вот, эта экскурсия осознана на основе фотографии 360 градусов. Панорамный снимок. Тут самое главное в этом сервисе найти эту самую фотографию. Либо самим сделать, либо у фотографа заказать. То есть вы мышкой можете крутить сейчас эту фотографию, рассматривать со всех сторон, ну, в общем, 360 градусов, вы понимаете. Плюс к этой фотографии прикреплены метки. Если вы откроете ее в полном экране сейчас, то там внизу есть кнопочка в левом углу с таким аудиозвуком. Здесь есть фоновая музыка. Она звучит. Это из фильма Леонида Гайдая. Это вообще памятник Леониду Гайдаю. Вот. И плюс еще несколько интерактивных меток с дополнительной информацией. Здесь и фото, и тексты, и аудио. Работает это так. Загружаем нашу 360-градусную фотографию. Пока она будет в не очень красивом виде. Ну, вот я взяла, с Мурманском экспериментировала, загрузила. Вот так она смотрится. Дальше в нужное место я щелкаю. Здесь есть три вида кнопочек. Текст, картинка и... Ой, четыре даже. Звук и видео. Вот они. Выбираю нужную из них, из этих четырех, и щелкаю в подходящем месте. Появляется вот такой значок плюсик. Нажимаю на карандаш, открывается поле, куда я могу добавить эту самую картинку, этот самый текст или видео-аудио загрузить. Загружается все с компьютера. Заполняю метку. Плюс к метке можно добавить еще надпись. Она будет рядом с меткой. Ну, я вот добавляла надписи рядом с этим. После этого сохраняем, закрываем и следующую переходим. Дополнительно, если у вас таких панорамных снимков несколько, можно добавить значок плюс новая сцена. И тогда перейти уже к новой панораме и сделать то же самое. Между собой панорамы можно соединить значком птичка. Она будет слева в самом верху. Это как раз значок для перехода между разными сценками. Это очень интересно, очень любопытный получается продукт. Но единственный недостаток – 360-градусные фотографии, где их взять в хорошем качестве, я имею в виду. Но если вы умеете их делать или у вас есть знакомые фотографы, то получится очень интересная виртуальная экскурсия. Например, можно по библиотеке такое сделать, где можно оглядеть со всех сторон весь зал, подойти виртуально к выставке какой-нибудь и получить дополнительную информацию об этом. Так что вот рекомендую. Мне очень понравился. Ну и последний инструмент – это тоже для 360-градусных фотографий, но уже англоязычный вариант. Называется SIGBIG. Просто ссылочкой поделюсь. Он немножко иначе выглядит. Здесь будут значки немножко по-другому. То есть если это текст, то это будет вот такая страничка. Если это ссылочка, то будет в виде цепочки. Здесь дополнительно можно как раз встроить объект какой-нибудь по коду. Есть кнопка Embed. Такие вот виртуальные панорамы и здесь в этом сервисе называются снапы. К сожалению, снапов бесплатно можно только три штучки создать, но они тоже довольно симпатично смотрятся. Я вот вам ссылочку отправила как раз на музей звукозаписи. Там как раз можно по залам похалить, посмотреть на разные экспонаты и так далее. В общем, по сути, здесь примерно все то же самое. Выбираем метку, вот какую-то из этих. Но здесь не все. Здесь текста, например, нет. Щелкаем. Открывается окошечко, куда мы вписываем текст. Тоже можно фоновую музыку здесь приделать к этой панораме, получить код и ссылку. И все это встраивать на сайт и в блоге. Вот такой вариант тоже рабочий. Обучалки, правда, про этот сервис я не нашла, но он, в общем, на удобу очень похож, и они практически друг с другом перекликаются. Если с удобой будет все понятно, то и в этом сервисе тоже будет несложно разобраться. Если вам интересны обучалки по всем этим сервисам, кроме последнего, то вот, пожалуйста, это обучающие материалы. Здесь пошаговые инструкции, где-то просто описание сервиса, где-то более подробная инструкция. Если необходимо, ссылки гипер... Как они... Все, слово забыла. Интерактивные ссылки. В общем, на них нажимаете, переходите на сайт. Презентацию сейчас можно скачать из раздела файла. Ну, вы знаете, наверное, где это находится все. Вот. Если вопросики ко мне есть, то, пожалуйста, я готова ответить, если что-то осталось непонятным. Если вопросов пока нет, но вдруг появятся, то вот координаты все мои, какие только существуют. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте, ИКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей. Там много очень интересной информации, не только моей, но и вообще все, что нахожу интересного в сети, про ИКТ-технологии, я там публикую. Вот. Ну, а у кого контакта нет, тот может в Телеграме тоже самое почитывать. Контент один и тот же, и там, и там. Все. Спасибо большое за внимание. И жду уже на следующий вебинар. Увидимся тогда уже в мае. Итак, вопросы еще раз проверю. Нет, вопросов вроде не увидела. Ну, тогда до новых встреч. И всего доброго вам. Спасибо за теплые слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!